Новости в области медицины на телеканале Хабар 24. Здравствуйте! Новости в области. Новости в области. Воздействие радиации, лишний вес, сахарный диабет, работа по графику с ночными сменами. Рак опасен тем, что довольно часто на ранних стадиях он протекает бессимптомно. Особенно нужно обратить внимание на своё здоровье во время планирования беременности, так как именно с её наступлением все процессы в организме прогрессируют. Методов диагностики на сегодняшний день несколько. Сейчас для ранней диагностики совершенствуются аппараты. Сейчас цифровой маммограф. Если я говорила о такой цифровой маммограф с томосинтезом, этот аппарат назначен для обследования женщин молодого возраста. И она более точен, более диагностику можно проводить в ранних стадиях. И ещё другой метод исследования – это рентгенография с контрастным усилением. Тоже проводятся обследования женщин. Когда непонятно, при выявлении скрининговых обследований, мы проводим отбор и по показаниям проводим, как говорится, маммографию с контрастным усилением. Пик этого заболевания приходится на женщин в возрасте от 35 до 40 лет. Поэтому всем женщинам необходимо проходить скрининг. Врачи рекомендуют делать первое обследование уже с 19 лет. Если мы раньше поставим диагноз рака на ранней стадии, то можно говорить о даже стопроцентном излечении после оперативных вмешательств или других методов лечения, которые сегодня у нас в Казахстане внедрены. Без ранней диагностики результаты химии, хирургического лечения являются неэффективными. Поэтому весь мир работает над тем, чтобы диагностировать на ранней стадии. Вместе с тем в последнее время увеличилась выживаемость от онкозаболеваний благодаря своевременной диагностике с применением современных технологий и появлению новых лекарственных средств. Современная медицина уходит от парадигмы, что одно лекарство помогает всем пациентам. Наоборот, сейчас так называемая персонализированная медицина набирает ход. Это значит, что мы находим точку предложения, конкретную мутацию, ген или, может быть, рецептор или фермент и таргетируем именно вот эту точку, мишень нашими новыми разработками. И, соответственно, получается следующее, что из 10 пациентов, возможно, у двоих будет мутация того или иного гена или, возможно, будет тот или иной рецептор, и как раз для этих двух пациентов будет очень эффективно какое-то лекарство, которое мы разработаем. В 2011 году бюджет онкологической помощи в нашей стране составлял 13 миллиардов и уже к 2012 году увеличился в три раза, а сегодня на лечение онкобольных людей выделено 38 миллиардов тенге. Мучекаменная болезнь – это весьма серьезное заболевание. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Астане. Недавно в столице открылся центр урологии, который будет координировать работу всех урологов города. Мучекаменная болезнь – это заболевание, проявляющееся образованием камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре. Оно встречается не менее чем у 3% населения. В современных условиях лечение мучекаменной болезни производится малоинвазивными методами. Без разреза открытое оперативное лечение практически не применяется, за исключением осложненных и запущенных случаев. В зависимости от размера камня, локализации и его плотности выбирается нужная методика оперативного лечения. Чтобы избежать это серьезное заболевание, врачи рекомендуют проводить профилактические меры. Алгоритм очень простой. Во-первых, необходимо при ранних симптомах обращаться к врачу. И врач уже определяет узкого специалиста в виде уролога. Во-вторых, это скрининговое обследование. В первую очередь, скрининговое обследование предстательной железы. В-третьих, это ежегодные медицинские осмотры, которые позволяют выявлять изменения в составе мочи и диагностировать урологические заболевания на ранних этапах. То есть все, что на сегодняшний день в рамках скрининговых программ в республике делается. Все скрининговые обследования бесплатны за исключением более углубленных исследований. В среднем в стационаре Астаны госпитализируется более 5000 человек с урологическими патологиями. Проводится более 3000 операций. В этой связи в столице на базе 2-й городской больницы открылся центр урологии, который будет внедрять у себя все новые технологии для лечения урологических заболеваний. Мы стараемся обучать своих специалистов за рубежом, потому что вся техника, которая на сегодняшний день приходит, это импортная техника, и она нуждается в хорошем, серьезном подходе, грамотном. Мы продолжаем говорить об обязательном медицинском страховании. Сегодня мы ответим на вопрос, что даст новая система страхования работодателям. Во-первых, снижение потерь на производстве, связанных с временной нетрудоспособностью работников. Ежегодно более 2,5 миллионов работников оформляют больничные листы в связи с временной нетрудоспособностью. Прохождение своевременных профосмотров, получение качественного лечения и дорогостоящей специализированной помощи в лучших клиниках позволят в совокупности сохранить здоровье занятых граждан, уменьшить количество дней их временной нетрудоспособности и в результате сократить потери работодателей. Во-вторых, каждому работодателю будет обеспечен доступ к единому реестру поставщиков медуслуг фонда. В-третьих, солидарная ответственность государства работодателей и самих граждан позволит перераспределить поступившие от них средства от здоровых к больным гражданам. Это позволит работникам получить медицинскую помощь, превышающую объем отчислений, произведенных как работодателям, так и самими работниками в совокупности. В-четвертых, работодатель может участвовать в общественном контроле над деятельностью фонда социального медицинского страхования. Казахстан сегодня признан всем мировым сообществом как страна с рыночной экономикой. Это означает, что наряду с государственными организациями на рынке труда участвует огромное количество частных работодателей. Так вот, для того, чтобы шла ответственность этих частных работодателей, также возлагается обязательство этим работодателям, чтобы они отчисляли уже в этот же фонд здоровья за своих работников. У нас становятся союзниками три антагониста, которые раньше существовали. Это государство, с которого мы снимаем финансовое время. Это работодатели, которые подключаются уже к финансированию здоровья. И мы, собственно, вот мы с вами работники. В нашей программе вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Обращайтесь к нам, пишите на наши адресы, смотрите программу «Медицина» на телеканале Хабар 24. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин